Вы слушаете канал ЖАЖ.КЛАБ. Человек, который знал все. Глава 20. Религиозные фанатики. Прости, что не поехал с тобой в больницу, несмотря на черствый поступок, кажется, Андреас испытывал угрызение совести. Соня была в этом почти уверена, хотя мобильная связь сильно искажала голос собеседника. Впрочем, когда это угрызение совести оказывали сильнее трусости, в этом не было ничего особенно удивительного. В ответ Соня заверила его голосом, способным своими легкомысленностью и жизнерадостностью поднять из могилы мертвеца и отправить его собирать одуванчики на залитом солнцем лугу, ой, не бери в голову, ничего страшного, я уже почти оклемалась. Врачи говорят, что на днях меня выпустят. Это ты меня прости, я ведь сорвала твой эксперимент, ну, эксперимент я могу повторить. А твое здоровье все же важнее, так когда ты планируешь предпринять вторую попытку. Не знаю, как можно скорее, наверное, уже нашел себе ассистента, спросила Соня как можно более непринужденно, ну, замялся Андреас, вообще-то я думал вновь обратиться к тебе. У меня, признаться, не так много знакомых в Чикаго. Соня восторжествовала, но, сохранив спокойный голос, пошутила, не боишься, что я вновь сорву тебе все. Ну, мы уже поняли, что излишнее гостеприимство тебе лучше не выказывать, усмехнулся мужчина, так ты не против. Нет, нет, я только за... улыбнулась Соня, и эти воодушевление и радость явно отразилось в голосе, интересно посмотреть, что это за эксперимент, хорошо, тогда позвонишь мне, когда вернешься домой. Обязательно, заверила его Соня, до связи. До связи, Андреас вздохнул будто бы даже облегченно, длительные личные разговоры явно были ему не по душе. Соня закончила разговор, чтобы сразу же набрать другой номер, все идет по плану, Шиман. Раздалось в трубке, да, у нас есть пара дней, чтобы обдумать дальнейшие действия. Кажется, он доверился мне, и будет ждать, пока я не вернусь из больницы. Сам практически попросил меня о помощи, признаться честно. Осознание достижений ласкали самолюбие Сони, да, Шиман, вы достигли определенных успехов. Мои люди уже начали анализировать снимки, которые вы сделали в квартире объекта. Главное, не теряйте бдительность, не расслабляйтесь. Мы не можем позволить себе ошибок, да, я поняла. Позвоню. Как только что-либо произойдет, отлично, Шиман. Работайте, звездочка, звездочка, звездочка. За окнами просторного кабинета офиса Сиберминт давно стемнело. Брукс. Взглянув в эту темноту, закрыл крышку ноутбука и взял в руку телефон. Алло, Хаксли. Посмотри, где там проводит время мой сын. Сейчас гляну, все там же, сэр, даже на шаг не сдвинулся, интересно. И что же там находится? А вот это странно. Ничего, сэр, ни кафе, ни скамеек, ничего. Такое впечатление, будто он уже несколько часов стоит без движения посреди улицы, Хаксли. Я плачу вам деньги за то, чтобы вы рассказывали мне, что на что похоже, или за то, чтобы вы снабжали меня фактами. Прошу прощения, сэр, мы уже едем туда. Брукс положил трубку и перевел взгляд на темноту за окном. Не стоило ему выпускать Стивена из виду. Может, он, Брукс, сам каким-то образом стал виной нынешнему поведению сына. Подобные мысли уже не раз приходили в его голову, и, как и сейчас, они всегда причиняли ему дискомфорт. Однако не успел Брукс вновь погрузиться в размышления, как телефонный звонок нарушил тишину офиса, сэр, он поменял местоположение. Кажется, он движется в сторону местного блошиного рынка. Ну так поезжайте за ним, понял, сэр. Я позвоню. Как только появятся новые сведения, звездочка, 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 Хаксли пробирался по причудливо изломанным тропинкам блошиного рынка, мимо грудь различного хлама, возвышающихся на столиках, в палатках, прямо на земле, мы засекли сигнал. Шеф. Сто метров на северо-запад, понял, Хаксли вгляделся в толпу. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб.